Правительство Молдовы считает, что государственным языком страны должен стать румынский. Таким образом, впервые по этой проблеме принято официальное решение одним из органов государственной власти. За мыли все министры, без исключения. И это дает основание говорить, что такова позиция и правящей партии, ДПМ. И те, кто считал, что демократы еще не определились, и именно потому их люди предпочитают выходить с заседаний комиссий, чтобы не участвовать в голосовании, они ошибались. Безусловно, это решение будет иметь последствия. О том, какими они станут для всего политического класса, для власти и оппозиции, будем сейчас разбираться. Как всегда, принципиально. Ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю своих гостей. Это Борис Шиповалов, политолог. Добрый вечер. И Виталий Катаны, политический комментатор, политолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, интрига об истинной позиции демократов разрешена. Потому что многие говорили, вот какую же они все-таки займут позицию. Очень интересно. Потому что заседания парламентских комиссий полной ясности не давали. Вот теперь понятно, министры, которые представляют демократическую партию, они все проголосовали на заседании «За». Вот как вы полагаете теперь, исходя из этого, что нам понятно, какой позиции придерживаются и демократы, и либерал-демократы, и либералы. Есть ли 67 голосов? Именно столько нужно для того, чтобы внести поправки в Конституцию? Господин Катаны. Ну, наверное, нужно посчитать пунктуально. Посмотрим, сколько депутатов в фракции социалистов. Насколько я знал последнюю цифру, это 24 человека. И у коммунистов сколько там посчитать. Потому что они тоже... С коммунистами сложнее. Там последний депутат присоединится, не присоединится. Поэтому по математике вроде бы должно набраться большинство необходимое для проголосования и изменения Конституции. И в этом смысле, наверное, и состоит ответ. Если есть математически такое количество голосов, оно на первый взгляд есть. Если мы посчитаем, что будет голосовать и партия демократов, демократическая партия, партия либералов и партия либерал-демократов, то по логике это должно произойти. Тут я бы хотел отметить еще один аспект, который нужно учесть. Это то, что в принципе вопрос стоит в повестке, хотя бы потому, что Конституционный суд дал то решение, которое обязывает парламент действовать по принесению законодательства, в том числе и Конституцию, в соответствии с решением Конституционного суда. То есть, секундочку, вы сейчас это говорите, потому что депутаты, может быть, и не хотели бы. А вот Конституционный суд принял такое решение. Ну, в принципе, оно так и было. Тут, и поэтому я хотел сказать вторую часть. Тут, конечно, присутствует и вторая часть, и политическая часть. Хотя, если дальше развить юридическую логику, то, скажем, там, где необходимо, например, гражданин, который находится в ситуации применения закона, он спокойно, даже без решения парламента, изменения Конституции, может принести в суд решение Конституционного суда и согласно этому решению выиграть дело, например, в соответствии с решением Конституционного суда. Это, что касается юридической логики, строго. Что касается политической части, тут, конечно, уже встает проблема самого решения в парламенте. И, как уже сказал, это зависит уже от политического решения партии. А тут вступает в силу разная, скажем, разная логика. У каждого депутата своя. Кто-то по убеждению, а кто-то считает, что действительно нужно выполнять решение Конституционного суда. А кто-то считает, что поменялся тренд восприятия среди граждан, и сейчас можно это сделать, хотя многие считают, что нужно было делать это раньше. У каждого депутата своя мотивация, поэтому тут, как говорится, возможности для облеснения разные. Но, несмотря на разную мотивацию, вы все-таки предпочли считать, что мы можем просто арифметически сложить голоса демократов, либерал-демократов и либералов. То есть кто как, кто-то, возможно, так, кто-то вот так, заднимая руку, но будут голосовать. Ну, исходя вот из, во-первых, материала, который вы дали, скажем, из вашего вопроса, исходя из тенденций, ну, следует, если в комиссии, потому что в комиссии по сути является как бы зеркалом самого парламента. Они устанавливаются согласно алгоритму, который существует в парламенте. Если учесть, что в комиссии проголосовали без проблем это дело, то, значит, следует по логике ожидать. Я, конечно, не профит, не... Поняла. Да, но по логике, наверное, голосование должно произойти. Борис Андреевич, вот мы можем тоже рассуждать по логике. Да, вот такая фраза прозвучала у господина Катана. Давайте рассуждать по логике. Я, например, не склонна рассуждать по логике, если дело касается нашего парламента и заседаний парламентской комиссии. А я не претендую, что у нас в Болдове все действует по логике. Но вот вы призываете, уже не отрекайтесь от своих слов. Борис Андреевич, и можем ли мы так вот арифметически брать и складывать? Вы понимаете, почему я волнуюсь? Потому что вот если подумать, что фракция демократической партии, она ведь была пополнена людьми из партии коммунистов, 14 человек. Да, там было 19, сейчас 40. Которых вот еще пару лет назад сказать им, что вот, знаете, будете голосовать за румынский язык, да каждый бы из них сказал, вот убейте меня, нет. Да, я вот с интересом хотел бы посмотреть. Ну вот тем не менее, давайте сейчас предоставим слово Борису Андреевичу, да? Я хотел сказать про коммунистов, но если... Про коммунистов всегда, но позже, но позже. Борис Андреевич. Вы знаете, я не удивляюсь вот тому, что происходит абсолютно, это вполне ожидаемое решение было. Все эти разговоры, когда, ну, там сначала 34 депутата подписали вот это обращение в Конституционный суд, вот это были депутаты Либерально-демократической партии, Либеральной партии, Европейской народной партии, Лянка, и три скромно депутата от демократов подписали, да, это обращение. Решение Конституционного суда, ну, было ожидаемо. Почему? Ну, шесть граждан Республики Румынии, которые дали клятву румынскому государству. Сегодня они являются якобы судьями Конституционного суда Республики Молдова. Ну, за какое решение они могли проголосовать, если они себя считают румынами, они себя отождествляют так? Ну, естественно, они проголосовали за румынский язык. Это следовало ожидать, потому что 5 декабря 2013 года, то скандальное знаменитое решение Конституционного суда, который решил, что, извините, декларация, что такое, объявление, заявление, да, о независимости является выше Конституции. Хотя в Конституции статья 7 четко и ясно написано, что по-другому быть не может. Наш Конституционный суд может принимать любые решения, решения этого года, мы это видим. Следующий момент. Наберутся ли голоса, Борис Андреевич? Сейчас одну минуточку. Что можно было ожидать от депутатов, от министров, которые имеют тоже гражданство Румынии? Это люди другой страны, они служат другим интересам. Это вполне ожидаемо. Поэтому это идеологическое решение, которое они проводят. Что ожидать? Ну, за законопроект борьбы с российской пропагандой проголосовал 61 человек. Здесь можно сколько? 67-68. Я думаю, что этот вопрос, там 56 депутатов в этом парламенте сменили свою политическую ориентацию. Они могут ее поменять еще в очередной раз. Стимулов может быть предостаточно абсолютно разных. Надо видеть. То есть бывшие коммунисты сейчас проголосуют за это? Ой, я коммунистов вообще не говорю. Я смотрю. Вот господин Катан и хочет, говорит, а вы не говорите вы. Нет, ну подождите. Но я же... Если вот такие бывшие коммунисты, как Решетников, как Иванова... Сейчас я продолжу этот список 14, да, которые говорили всего лишь там, сколько там, два года назад совершенно другое. Убеждали, ездили по районам, выступали перед людьми на собраниях. Они высказывали какую-то позицию. Они голосуют чисто политически, идеологически против так называемой российской пропаганды. Они голосуют все время в этом тренде вместе с демократами. Ну, конечно, они проголосуют. Им хозяин сказал ФАС. Они выполнят эту команду. К сожалению, это парламент, с моей точки зрения, он нелегитимный. Потому что он не отражает то, что... Ну, я не имею в виду юридическую сторону. Ну, да, то, что произошло 30 ноября 2014 года. Вот о воле и изъявлении. Я еще раз говорю, 56 депутатов изменили свою политическую ориентацию. Им завтра скажут, надо поменять ее в очередной раз. Они появляют. Там никаких принципов нет. Спасибо, спасибо, про коммунистов обещала. Что касается граждан, функционеров, граждан Румынии, я бы хотел так риторически, или кто-то, господин Шаповал, может мне помочь, поможет с ответом. Было бы интересно узнать, вот чьи интересы представляют социалисты, которые являются гражданами Румынии. Как мы знаем, такие существуют, немалые находятся на разных корнях. Но после того, как Алина Зоти вышла с этим списком, они сделали заявление о том, что они все документы сдали. Нет, есть люди, которые... Виталий, я думаю, что этот вопрос легко решает. Мы смотрим, как они голосуют по всем вопросам и по этому сумме. Давайте про коммунисты. Я хотел, опять же, что касается проблемы румынского языка, кстати, не сегодняшняя, не вчерашняя. Но стоит еще, если вы помните, еще с самого начала, когда Конституция была приготовлена и когда спорили как раз по этому вопросу. Я хотел бы тут отметить, что в Конституции слово «румынский язык» не присутствует только потому, что те, кто ратовали за это, не приняли то компромиссное решение, которое предлагали, кстати, даже противники... Господин Катана, здесь я вас прерываю, мы сейчас не говорим, кто за... Нет, давайте... Я думаю, что все-таки людям интересно. Я скажу и про коммунистов. Я прошу прощения. Но важно, потому что тогда тоже ставится вопрос на называние румынского и молдавского языка. Господин Катана, я призываю вас смотреть постоянно программу «Дело принципов», потому что то, что сейчас вы говорите, в наших программах неоднократно обсуждалось. Мы сегодня не говорим, кто за и кто против. Мы сегодня пытаемся спрогнозировать ситуацию на будущее. Поэтому будьте добры, давайте мы будем говорить на ту тему, которую я предлагаю. Вы в прошлый раз хотели говорить о коммунистике. Но я понимаю, что у нас дискуссия, поэтому можно давать и реплики. Так я понимаю. Поэтому я предоставляю вам право на реплику, которую вы заявили до ответа Бориса Андреевича. Кстати, это недолго. Я просто хотел сказать, что было вот такое предложение. Кстати, от противников румынского языка ставить вот эти два названия. Румынско-молдавский язык. Господин Катана, если вы хотите говорить о целесообразности, я сейчас приведу цифры последнего, сегодняшнего опроса. Сколько людей выступает у нас за молдавский язык и за румынский? Сегодняшний опрос? Да, сегодняшний. А сегодняшний это вообще не опрос. А, это не опрос. А прошли, которые заказали демократы, это опрос? Да, конечно. Я не сомневалась. Аэрия, это американцы. Я не сомневалась. А то, что да. Никто не сомневался. То, что заказывают демократы, это опрос, а то, что барон это общественные лунии, это не опрос. Аэрия, это демократы, которые... Да, да. Вот прочитайте хотя бы все комментарии, и вы увидите, что так и подавалось. Хорошо. Давайте запомним эту передачу и после выборов поговорим. Безусловно. Вы это принимаете? Господин Катана, попробуйте только не прийти. Когда мы увидим цифры. Мы все свидетели, да. Я бы еще поспорила на что-нибудь типа галстука, но не стану. Давайте так. Кто выиграет от этой инициативы? Какая партия? Вот смотрите, инициаторами у нас являются ЛДПМ. Они эту всю воду, как говорится, замутили, да. Они вышли с этим предложением, их поддержали, их бывшие однопартийцы, представители Европейской народной партии. Потом, как мы видим, прояснилась позиция демократов. Кто будет сливки снимать? Демократы. Объясните. Пожалуйста. Объясняю. Все очень просто. Вот смотрите, когда поднимается вопрос о языке. Перед парламентскими выборами. Посмотрите всю нашу 26 лет историю молдавского государства. Перед очередными выборами поднимается вопрос языка. Зачем сегодня вносится этот язык? Да посмотрите на рейтинги. Ну ладно, сегодняшний опрос там. Три опроса было центральных в течение ноября месяца. Цифры одни и те же. Демократическая партия то проходит, то не проходит в парламент. Лидеры демократической партии, руководители правительства парламента имеют рейтинг в статистическую погрешность, как ее в социологии называют. Да, то есть никто по большому счету. Вот. А как победить на выборах? Значит, нужно опять бросить косточку. И вы полагаете, что их электорат поверит? Это нет. Это чисто политтехнологические вещи. Вот смотрите, сейчас они примут, вот внесут в парламент это решение. Через полгода они будут голосовать. Это как раз лето. Как раз старт парламентской кампании. Вот эти виллы друг на друга. И электорат, вы считаете, что поверит? Электорат, вот грезит эту косточку, поверит, начнут ругаться друг с другом. То, что у нас было в 90-м и 91-м году, мы получим 100% излезок. И это даст политические очки? Конечно, а иначе у них нет рейтинга никак. Они просто для этого используют. Ну смотрите, в экономике ноль, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не работает. Цифры приводить, долги, миллиард украли и прочее. Я думаю, что обиднее всего должно быть либерал-демократам. Смотрите, они же вот вышли с этой идеей. А господин Шаповалов считает, что демократы все сливки соберут. Во-первых, согласны ли вы с этим? Ну, во-первых, вполне возможно. Но только нужно учесть, что выигрыш, что означает для партии выигрышный вариант. Это только поддержка электронного. Да, конечно. Ну раз есть такая поддержка, то от чего мы возмущаемся. Не, мы пока не знаем, какой будет поддержка на выборах. А что касается либерал-демократов, то они уже прошли тот политический порог. Я имею в виду нижний порог. За которым, что бы они ни делали, какие бы они самые красивые вещи на земле, вряд ли они вернутся к тем пунктам, которые позволят им в будущем. Сегодня менее 1% им отдал барометр общественного мнения. Там либерал-демократы. Все опросы, не только сегодняшний. Сегодняшний, неважно. Вы сейчас совершаете ошибку, господин Катан. Ну, депутаты в большинстве перебежали в Гемпартию. Нет, часть находится в... Часть типа независимая. Часть идут, нет, ждут... Но голосуют вместе с Гемпартией в Парламенте. Как вы сдружились вне любви к либерал-демократам? Нет, я только отмечаю некоторые вещи, что некоторые идут, пытаются найти себе место под солнцем в Альянсе. Господин Катан, можно глупый вопрос? Вот глупый вопрос. Но я думаю, что он имеет право на жизнь. Вот смотрите. Демократы, говорит господин Шаповалов, на этом заработают политические очки. Я не считаю так, господин Шаповалов. А знаете почему? Вот представляю себе встречу предвыборную. Выходит господин Решетников и говорит. Вы знаете, мы проголосовали, или проголосуем к тому моменту, за то, чтобы румынский язык стал государственным, поправка в Конституции. Народ же не идиот, он же на эти встречи, во время пребывания в партии коммунистов, у него было гораздо больше встреч, ну в десятки раз больше, чем те, что будут у него потом. Как вы думаете, секунду, ну дослушайте, как вы думаете, какая будет реакция у электората? И я вам скажу, что подобное будет на встречах госпожой Ивановой. Да, перечислять Витюк много, да? Здесь же не будет один язык, здесь будет идти обоим, европейская интеграция, борьба с российской пропагандой. Чем более, чем более. Пакет мой, давайте объединимся сейчас, защитимся от этого страшного додона, пророссийского и так далее. То есть, вы считаете, что электорат, он, в принципе, для него это будет не важно? Я, например, считаю, что важно. Я скажу, что я буду. Вопрос был к господину Катану. Вопрос был к господину Катану. Я думаю, господин Решетников и госпожа Иванова сами достаточно умны, чтобы объяснить свои позиции. А, то есть, как они поменяли резко свои взгляды? Я думаю, что они найдут... Да их не выпустят. Я не видел, я, кстати, даже когда коммунисты были, по риторике, да. Но я скажу, что в их рядах я не видел такого, знаете, такой борьбы большой по этому поводу. То есть, они сразу говорят, да. Были моменты, там чисто, кстати, и про коммунистов. Они очень, когда нужно было, очень хорошо дружились с господином Бесеску. Потом, правда, из каких-то проблем, там опять что-то не поладили. Но были моменты, когда люди хорошо ладили. Поэтому тут никаких проблем. Я скажу так. Не, ну электорат-то помнит, понимаете? Нет, электорат будет, наверное, спрашивать все. Они все спрашивают. Но только реакция их, я думаю, не нужно вот так трагично все и видеть все в черно-белом ракурсе. Потому что, честно сказать, вот по этому лингвистическому вопросу я не вижу в последнее время, даже вот долгое время уже, такого, скажем, злостного отношения людей по отношению друг к другу по этой проблеме. Наоборот, люди стали более толерантными. И скажу больше. Вот если вы помните, а я изучал и писал анализы по этому вопросу, изучал и наблюдал. И вот я заметил такое, что когда политики, вот были те годы 90-е, там 2000-е, когда политики интенсивно муссировали этот лингвистический вопрос, тогда и в обществе были какие-то вот такие дискуссии. Потом настала такая пауза. Абсолютное отсутствие интереса по этому вопросу со стороны политического класса. Это делается долго. Потому что политика была период в Воронеже. И я с удивлением констатирую, и сейчас могу подтвердить свою конституцию, что как-то общество само вот без всяких советов от политиков как-то находит свои пути ладить. Я слушаю Гастана Катана и начинаю ему завидовать, потому что он живет в другой стране. Нет, я живу в одной стране, а Гастан Катан живет в другой. Мы можем поговорить, я очень так, на русском, скажете точно, но скажу, наверное, понятно. Понятно. Воспринимаю во все, что проходит вокруг меня. Чувствительно. Да, чувствительно. И я все воспринимаю иногда, может быть, больше, чем надо. Так что и возмущают меня также многие вещи. Но как раз по этому вопросу я скажу, что у нас более-менее температура, как говорится, по салону нормальная, по палате. Я поняла. Это кто живет в палате, он по палате. А я предпочитаю, да, все-таки, чтобы мы поговорили по стране. Пытаются поднимать, но я думаю, в этом плане в обществе одно настроение совсем другое. Господин Шаповалов, вы с кем живете в одной стране? Со мной или с господином Катан? Потому что я, например, вижу, что общество не просто у нас поляризовано по вопросу языка, по вопросу отношения к России, по вопросу евроинтеграции. Я никогда, наоборот, господин Катан и не видела, чтобы наши люди с такой ненавистью в каждой маршрутке на рынке обсуждали национальный вопрос. Вот это как раз меня крайне... Люди обнуждают законопроект, что больше нечего обсуждать. Господин Шаповалов, вы с кем в одной стране живете? Я живу с молдавским народом, а насколько я знаю последние данные нормальных опросов, 72% молдавских граждан выступают за государственный молдавский язык, и они считают, что это язык молдавский. Я вас поправлю по сегодняшнему опросу. Не поправлю, я просто добавлю, что у вас 72%, у меня 68,9%. О, 68,9% это сегодняшний опрос. И 25,8% считают, что румынский. Правильно, а я говорю опрос 6 декабря Ассоциации социологов и демографов. Вот видите, мы с вами взяли две цифры, разница между ними 72% или 68%. Вот именно вот та статистическая погрешность. Это говорит о том, что это значит правда, о том, что это соответствует чаяниям народа и его пониманию, кем они себя определяют. Понимаете, я делаю здесь разницу между народом и политиками, потому что у народа есть чисто его восприятие своего национального самосознания, кем их воспитывали папа и мама. А у политиков есть сегодня гранты, есть кредиты, у политиков есть какие-то обязательства перед своими внешними партнерами. Да, они живут своей заоблачной другой жизнью. И когда они вырабатывают какую-то позицию, я еще раз говорю, вот эта позиция в сочетании с тем, что формируется вот этот предвыборный тренд, она направлена на то, чтобы опять расколоть молдавское общество. Это 100% будет геополитический фактор, молдавский язык, российская пропаганда, изменения в конституции. Вот оно все делается, все оно закладывается на лето, на начало предвыборной кампании. И людей опять будут делить. Я бы хотел уточнение сказать, потому что весь опыт 26 лет, он говорит о том, что это будет именно таким образом. Я думаю, если вы будете по очереди говорить, будет лучше, да. Ну, во-первых, что касается конфликта в общественном транспорте, то они по другому поводу я чаще всего встречаю. А именно из-за неудобных... Не везет, господин Катан, я вам перешлю пару ссылок в соцсетях. Ну, извините, не знаю, наверное, не везет всем гражданам, потому что люди чувствуют неудобство в городе. Господин Катан, не говорите за всех граждан, мне кажется, это неправильно. Тогда никто не должен говорить за всех граждан. Я вам пришлю пару ссылок в фейсбуке, что пишут люди друг другу, да. Что касается, кстати, ситуации, то тут как раз я возражу господину Шаповалову, экспорт в абсолютных цифрах, кстати, вырос по отношению к доэмбарговой... А за счет чего? За счет перенесения экспорта на европейский рынок. За счет того, что упал экспорт в Российскую Федерацию в два раза, а не вырос в европейский сайт. Господин Катан, назовите мне цифры инвестиций 2016 года. Что в этом плохого? Нет, вы мне назовите цифры инвестиций иностранных. Вот это главный показатель. В 2008 году при Гречаной и Датоне 711 миллионов и 146 миллионов в 2016 году. А давайте мы вернемся к теме нашей передачи. Одну минутку, если мы заговорили об экспорте, давайте посмотрим итоги 2017 года. Ну, европейские инвесторы более-менее присутствуют. А скажите мне российские какие-то знаете? Вы знаете, я сегодня сопротивилась тому, чтобы была... У нас половина винодельческой промышленности, российский... Борис Андреевич, давай, так, все, господин Катана... Вы подбираете выражение. Да. А куда экспортируете? Вам цифры назвать? Я с его... 50 миллиардов в долг, да, в лех, господин Катана экспорт. Вот это наше управление. 1 799 лей прожиточный минимум. 37% населения может только этим пользоваться. Мы сейчас уйдем на рекламу. Если мы уберем... Господин Катана, оба, 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 пожалуйста. Вот сегодня отказалась от рекламы. В эфире в следующий раз попрошу три блока, потому что вы же не слышите друг друга. А я предлагаю сейчас уйти, я предлагаю сейчас уйти, потому что тема экспорта, это не есть тема нашей сегодняшней передачи. Хорошо? Мы сегодня говорим о других вещах. Мы сегодня приводили в пример данные опросов. Вот я предлагаю не исходить из того опроса, о котором говорит Борис Андреевич, да, там, где за молдавский язык больше респондентов считают. Я предлагаю за сегодняшний, самый свежий опрос. Вот смотрите, все-таки эти цифры. 68,9, 69% считают, что язык молдавский. 25,8, что он румынский. Это не первый опрос, где большинство граждан говорят, что они говорят на молдавском языке. Не первый опрос, да? То есть было много-много-много опросов, и ни разу не было, чтобы у нас число людей, говорящих по-румынски, было больше. То есть вот есть цифры. Как раз вот именно, что были, показывали, за 30 очень легко. Были такие. Ну что за 30? Тут 70%, а вы начинаете мне говорить за 30. То есть у нас все равно большинство людей, господин Катаны, ну давайте так. У нас число людей, говорящих на молдавском, всегда больше, чем говорящих по-румынски. Но разница небольшая, и тренды очень такой. Разница, как мы видим, она пусть не такая, как говорит Борис Андреевич. Все-таки большинство людей считает так, почему власть не прислушивается к этим людям? Почему они берут на себя, секундочку, смелость решать такой важный вопрос? Вот смотрите, я сегодня подумала, на каком основании эти люди считают так. Я посмотрела рейтинги этих партий. Вам они не нравятся? Ну, сегодняшние... Нет, это я, ну давай, вы мне, во-первых, сказали, ну извините, вы хотите свое убеждение тут или хотите наше мнение? Нет, я хочу вам сформулировать вопрос. Потому что я считаю, я могу объяснить, этот вопрос сделан членами партии Майя Санду. Это вы так считаете? Нет, это не страшно. Очевидно. Вы можете даже по-молдавски сказать, мы поймем. Он построен так, по сценарию, который выгоден Майя Санду. Кстати, по румынскому языку, потому что Майя Санду имеет такую вот политику. Майя Санду всегда говорит, что она... Господин Катана, а почему мы тогда должны верить опросу демократической партии? Нет, потому что есть вопросы других. Потому что, во-первых, это сделала... Госпожа Майя Санду всегда говорила, что она говорит на румынском языке. С выборами такие опросы, и они подтверждались. Господин Катана. Я имею в виду основания считать, что она правильная, чем опросы вот этого лидера в ПАС. Да, давайте конкретно. Майя Санду, которые были опровержены катастрофично, они что-то... Видите, вы потом удивляетесь, почему мы пытаемся вклиниться. Извините, вы хотите свое убеждение мне навязать или хотите узнать или вести диалог? Господин Катана, вы же в том-то и дело, что вы рот не закрываете. Мы вдвоем пытаемся вас... Нет, наверное, вы... Вы ни секунды не помолчите. Господин Катана, я сейчас вступаю за Майя Санду, никогда не думала, что сделаю это в жизни. Но скажу, Майя Санду всегда, в 100% из 100, утверждает, что она говорит на румынском языке. Если вы хоть раз найдете... Но при этом отталкивает... Это неважно. Она говорит на румынском языке. Она так считает. Это первое. Она гражданка румынии. Да, она гражданка румынии. Это уже не... Это неважно. Конечно, неважно. Почему? Потому что вам это не нравится? Практически большинство говорят, что это румынский язык, это уже не критерий для определения отношения политики. Вы только что сказали, что опрос заказан Майя Санду. Во-первых, вы объявили другую тему. Что касается опроса, я категорически отрицаю этот опрос. Я не хочу говорить на основании этого опроса. Если хотите мнение моё знать по определенной проблеме, могу. Но вы мне навязываете этот опрос. Я его не воспринимаю, потому что он фальшивый с начала до конца. Это не то, что фальшивый. Это не то, что манипуляция. Это опрос абракадабра. Понимаете? Вот так всё сделано, перемешано, как спагетти. Понимаете? Как макароны. Вот что это вопрос. И я не хочу на него ссылаться вообще. Ну не ссылайте. Сейчас по поводу опроса поговорим. Когда члены партии сделают такое, извините, я тоже сделаю партию. Хорошо. Сделаю свой опрос и скажу, что моя партия выше всех и лучше всех. Хотите такое? Хорошо. Вы заметили, что я согласилась. С какой статьей я должен говорить об этом опросе? Берём паузу, вы не говорите. Я говорю на эту тему с Борисом Андреевичем. Борис Андреевич, насколько я знаю, барометр общественного мнения, это один из самых авторитетных опросов, которыми пользуются в принципе политики. Вы решили сделать сегодня пропаганду этому опросу или как? Я решила о нём поговорить. Ну хорошо, возьмём другой вопрос. Высказывайте те мнения, которые вам нравятся. Или хотите узнать наши мнения и спорить цивилизованно. Это тоже моя самая. Потому что, извините, это не диалог и не спор. Когда вы навязываете своё мнение как модератор участникам, и вы запрещаете говорить... Давайте третий опрос возьмём. Господин Катар. Ассоциация демографов. Вы мне задали вопрос, я могу на него ответить. Это не демократы, это другие. Они тоже врут, что ли? Вы же разница в 4%. Кстати, разницы большие по отношению к этому опросу в последнем мае. Ну вот видите, вы сами возвращаетесь к этой теме. Это первое. И второе. Вы знаете как? Я считаю, что очень недемократично обсуждать, что мы сегодня можем говорить вам, по крайней мере. А какую тему мы... Вот мы, знаете, мы пришли... Мы объяснили тему. Опрос не звучал. Я привожу... Если вы мне навязываете, то дайте, пожалуйста, хотя бы право высказаться по отношению к мему. Не воспринимать его как абсолютную правду. Господин Катанов, вы мне даже это запрещаете. Извините, я не воспринимаю. Вы поняли, что говорите вы 90% времени. Это абсолютно хальшивый вопрос. Мы поняли, вы не хотите? Не говорите. Я теперь спрашиваю господина Шаповалова. Вы можете 5 минут ничего не говорить? Да? Я вопрос к господину Шаповалову. Господин Шаповалов, барометр общественного мнения. Есть вот эти данные. Цифры, которые есть. Давайте вот подумаем. Вот господин Катанов говорит, это Майя Санду заказанный. А вот есть ведь и другие слухи. Говорят, что вот за этим опросом стоит фонд Сороса. Вы слышали такое? Да, слышал. Сегодня я читал это несколько раз. То есть получается, что это не совсем Майя Санду, а фонд Сороса, это Соединенные Штаты Америки. Да, Соединенные Штаты Америки. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, что я могу сказать? А реальность однозначно? Я могу сказать однозначно. Вы 5 минут, это нереально. Я могу сказать, мы ведем диалог или просто хотите. Господин Катан, у нас нет монолога господина Катаны. Вы больше меня прерывали, чем я вас. Я прошу вас, послушайте. Я 5 раз задаю человеку вопрос. Вы не можете себя держать в руках? Спасибо. Господин Шаповалов. Я считаю, что у нас в стране... Вы просто оскорбляете. Если хотите, я могу и не участвовать, извините. Можете без меня это делать? Господин Катан, вы же говорите все время. Вот вы меня... Ну, возьмите, давайте переверните обратно пленку и посмотрите, сколько вы меня пребивали. Хотите? Господин Катан, дайте человек ответить, потом вы скажете. Виталий, можете я отвечу? Если вы хотите издеваться надо, то я не позволю. Виталий, у вас есть ко мне претензии? Я не могу сказать. Я не мальчик для битя, для модератора. Вы должны это знать, понимаете? Пусть человек скажет. Я сам могу поставить на место любого модератора. Хотите такое? Господин Катан, давайте никто не будет... Без уважения к вам. Да, спасибо. Давайте никто никого не ставит на место. Такую лексику мы не употребляем. Спасибо. Господин Шаповалов сейчас попытается в пятый раз ответить, а потом вы скажете. Да, пожалуйста. Я очень внимательно слежу за всеми опросами. Я же все-таки двойную специальность имею. С одной стороны политолог, с другой социолог. А, еще и историк. Так что, с точки зрения социологии, я прекрасно знаю, как проводятся эти опросы. Я прекрасно знаю приблизительно, кто за кем стоит из наших пяти-шести социологических служб, кто их финансирует и так далее. Это моя профессия. Поэтому я исхожу из следующего. Когда я беру выборку трех-четырех опросов, которые были проведены за последний месяц, и если между разница между ними 3-4 процента, то есть вот сегодняшний опрос, опрос 6 декабря ассоциации социологов-демографов, еще два было опроса других служб, не буду делать им рекламу. И если между ними разница 2-3-4 процента, значит это можно рассматривать как тенденцию. Когда получается, что по одному опросу, допустим, у Влада Плохотнюка рейтинг там 20 с чем-то процентов, а в другом у него 0,5 процентов. Но это ложь честнейшая, это неправда, потому что с точки зрения социологии такого разрыва быть не может. Следующее. Началась предвыборная кампания фактически. Она всегда начинается с борьбы различных социологических служб, которые выполняют заказ своих спонсоров. Это их жизнь, это их зарплата, это их доход. Поэтому я, например, к этому отношусь очень спокойно, потому что как профессионал, я знаю, делим на 2 и получаем тот результат, который был лучше. Спасибо. Господин Катан. Вы все время хотите прокомментировать? Вы все время сейчас хотели все комментировать. Я уже даже решила предоставить вам эфир, пожалуйста. Вы знаете, я предполагаю, предпочтаю говорить, что проблема, и поэтому я не хочу ссылаться на этот фальшивый опрос. Вот проблемы обсуждать, мы начали это делать, и получалось. Когда вы начали говорить, что этот опрос идеальный, и вам нравится, и вы делаете ему пропаганду, извините. Я не говорила, что он идеальный, нет, секундочку, господин Катана. Вы перебиваете меня постоянно такими вашими опросами, я не хочу просто в этом участвовать. Потому что давать, кстати, хотите, где я нашел подвох, и в этом же, вот конкретный, да? Сколько вот этот Боб показывал раньше по пунктам партии господина Анастасии, как она называется на русском, уже не, ППДА, да? Да, да. Платформа, да. Около процента. Достоинство и правда по-русски. Достоинство и справа, да? Я посмотрел, имел такую возможность, да? Около процента. А как получается, что после того, это было в то время, когда люди между собой не ладили? Майя Санду считала, что у нас само множество. А сейчас сколько у них? 6 процентов. 6 процентов, да. Вот объясните мне разницу. 3 процента статистическая погрешность, 3 процента заработали, вот и получается 6. Ну, конечно, вот. А, нет, 0 и 6, Виталий, это рядом. Господин Шаповалов, а у меня другое мнение. Это произошло потому, что до, вот до сих пор все опросы были сделаны тогда, когда Майя Санду решила идти сама, ссорились. Она решила или решили за нее? Ну, кто решил за нее? Господин Шаповалов, не перебивайте. Слушаем господина Катана. Хорошо, что вы сказали. Если я скажу, вы опять меня будете отчитывать здесь. А в смысле, скажите, кто решил за Майя Санду? Так вы же сказали. Господин Шаповалов, не перебивайте, пожалуйста. Господин Катана говорит. Что вы меня навязываете опять? Пожалуйста, никто вам ничего не найдет. Говорите, пожалуйста. Свои слова, вы сами объясните кто? Ну, если вы сказали, что за нее решают, вы же сказали. Кто решает? Пусть не я, но скажите вы хотя бы. Так, я просто хочу акцентировать. Все? Можно сказать? Да, говорите. Ну, я просто хочу акцентировать внимание, что я не настаивала сейчас, чтобы вы говорили об этом вопросе. Вот смотрите. Но получается, что понимаете, вот этот вопрос, да, он вас задел, по-моему, сильно. Нет, ну понимаете, вот я на примере хочу вам сказать. Так другого нет, это последнее. Нет, были у БОПа довольно-таки часто, два раза в год, это не последний. Ну если было в апреле 0,00, а сейчас 6, нормально, значит, люди работают. А я считаю, что с апреля по сегодняшнему дню произошел договор, и это было, кстати, публично. Они объединились работать вместе, и вдруг чудесным образом получается, что больше у партии достоинства господина Анастасии не 0,5, а уже 6%, только потому, что они сумели договориться. Вот и все объяснение. Поэтому, когда вы мне говорите, что этот вопрос является каким-то... Я имею право на собственное мнение, господин Катана. Спасибо, что хотя бы так себе позволяете выражаться. Как? Что господин наш Аповалов допускает, что это возможно. Хорошо, я сейчас избавлю вас от необходимости говорить по данному этого вопроса, тем более, что у нас остается одна минута. Меня волнует ваш прогноз. Вот чем это все дело закончится с языком? Мы с языка начали, в принципе, я не знала, что такие цифры у нас вызовут такую бурную реакцию в студии. Как вы полагаете, это будет проголосовано ближе к выборам, либо, возможно, какие-то, не знаю, нестандартные ситуации. Господин Катана. Ну, процедура Конституционного, она очень четкая. 6 месяцев для обсуждения дается. После этого опять 6 месяцев дается срок на голосование. Поэтому все предположения нужно строить на этих сроках, которые обговорены законом. Господин Катана, а если президент не промульгирует, что будет делать? Будет голосовать второй раз, и он обязан промульгировать. А если он второй раз не промульгировать, будет опять на 20 минут? Тогда и пичмент, и господин Дадон будет отвечать за нарушение Конституции. То есть даже президента на час не будут звать? А с какой встать? Ну как, звалишь в прошлый раз? Что ж, подписал на министра обороны? Я про эту ситуацию. Не будут? Вы знаете, я не знаю, что будет. Понятно. Я говорю, что можно будет даже импичмент устроить, если не надо. Я не настаиваю. Да, смотря кому надо. Это хороший вопрос. Господин Шипова. Людмила, вы знаете, я, честно говоря, не знаю, что будет с языком. Потому что здесь, на сегодняшний момент, я понимаю, что и демократы будут работать с депутатами, и социалисты будут работать с депутатами, и коммунисты будут работать с депутатами. На чью-то совесть будут давить, кто-то будет кошельки заносить и так далее. То есть у каждого будут свои методы воздействия на тех, кто окружает. Это не закон все-таки в борьбе с российской пропагандой. Это все-таки закон о языке. И вы правильно говорили, что часть тех депутатов, да, как они потом выйдут перед людьми, и что они скажут. Одно дело заодно голосовать, а второе дело потом, ну, поставить себе просто минус и вычеркнуть из этой политической жизни, потому что ты больше никогда не будешь левым, никогда не будешь с интересами и так далее. Вот здесь есть вот такой момент. Может действительно справиться, не знаю, посмотрим. Но я еще раз говорю, по большому счету, тех, кто вносил вот этот законопроект, может там есть, да, какие-то вот такие настоящие унионисты, считают люди себя румынами, хотя по опросам, не по опросам, по переписи населения, да, мы прекрасно знаем, что таких у нас 7%. Ну, пусть их будет 20% в обществе, но это в любом случае не большинство. Ну, в любом случае те, кто это... Я предложу господину Шаповалу и вам тоже. И был такой несколько лет, кстати, анализ, серьезный анализ. И я на него ссылаюсь, кстати. Это сделано российскими экспертами. И, наверное, обвинять их в каких-то прорумынских настроениях нельзя. И они давали цифры около 35%. Поэтому, когда я процентов, когда я слышу вот такие вот ссылки на... Виталий, хорошо. Пусть будет 30%, это неизвините 70%. Мы все знаем, как переписи переходили. С точки зрения математики, 30% меньше. Целыми кварталами не были люди оброшены, как бы нам может... Господин Катане, ему не нравится и переписи. Вы проводили, не только опросы на переписи. Нет, но я не говорю, что лично вы. Господин Филат был премьер-министром, кстати. Он организован... А демократы вроде как не в правительстве были. Ну, конечно. Сейчас кто свалил на Филата, да. А они не были в правительстве. Ну, были, но ответственным премьер, потому что всегда за все ответственность... Скрепляли эту проевропейскую комиссию. Господин Шаповал, если вы эксперт разностороннего порядка, как вы говорите, три разные профессии, то, наверное, вы должны знать, что ответственным по нашей конституции за действия правительства является премьер-министр. Ответственным, да, вот на этой фразе я... Нет, у нас главным координатором даже и в то время был совершенно другой человек. Вы тоже знаете. А теперь я вернусь к своей профессии, да, журналиста, и для того, чтобы подытожить то, что говорилось у нас в студии, скажу свое личное мнение. Понимаете как? Есть такие чувствительные вопросы, как вопросы языка, да, вопросы идентификации, вопросы, касающиеся Молдовы, Румынии для нас, да, вот все это очень чувствительная зона. Так вот, умные люди говорят так, всему свое время, и должно быть в обществе установлено такое благополучие и консенсус, да, чтобы такие вопросы важнейшие, которые вызывают вот по разным опросам, видите, господин Катана, я говорю по разным, вызывают различные мнения. Должно быть время прийти, да. Поэтому разумно ли вот сейчас удоражить вот это все, да, и вводить вот это все, я не знаю, у меня, например, есть на все счет сомнения. Ну, как вы сказали совершенно правильно, господин Катана, сейчас вас буду хвалить. Вы сказали так, что все, рассудят выборы, его величество избирателей. Вот не могу не согласиться. Вы пообещали прийти в студию, когда вы увидите, что... Вы тоже обещаете, что пригласите меня. Какие-то, как говорится, зуб даю, вы на свой галстук спорьте. В этом же составе. Все, в этом же составе, все втроем соберемся. Просто я, знаете, в следующий раз приду с песочными часами и буду регламентировать, кто говорит сколько. Вот тогда не будет обид. Спасибо, вы смотрели программу «Дело в принципе». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»